Мне кажется, подожди, сейчас мы выходим, по-моему, в эфир. Сейчас идем, идем. Расшарить экран. Я, наверное, расшарю. Так, ну что, когда-то мы в эфире. Друзья, всем добрый вечер. Всем любителям NFT-коллекций и вообще NFT-тематики и collectibles предновогодним. Всем привет. На ваших глазах сейчас NFT-эксперт Алексей Чусов, основатель First NFT Agency, который 17 декабря этого года. Впрочем, Алексей, я тебе передаю слово. Пожалуйста, скажи, какое событие будет праздноваться в Киеве для киевской части нашего битвы? Да, на самом деле, если быть точным, был пост в Фейсбуке от Евгения Романенко. Этот легендарный человек решил посетить столицу и просто написал, «Ребята, буду 13 декабря в Киеве. Давайте встретимся, предлагайте место, время, явки, пароли». И 13 числа в The Space Coworking собралась такая камерная тусовка, «Ивент», это день первого условного ивента NFT United People. Это был ивент, где мы говорили просто про NFT, про рынок. Это было такое свободное общение, обмен мыслями, с небольшим автопатией. Это все так запечатлели, оставили след в истории. Дальше это переросло уже в такие полномасштабные ивенты NFT United People в Киеве. Их было 6, 7-ое мы готовим. Вот, ну, так сказать, да, 17 декабря, пока это, как бы так, я еще не выкидываю в анонс, планируется, ну, в планах есть, собрать 17 декабря 17 человек в том же месте, в том же коворкинге, в той же переговорке. И планируется все-таки, так сказать, отпраздновать бьет First NFT Agency таким необычным образом. Мы форкнем First NFT Agency, и этот форк будет работать или будет существовать на основе DAO. Не будет никакого там централизованного какого-то мнения, не будет там, условно, какие-то субъективные мнения, оценки. Будет полномасштабное DAO. То есть First NFT Agency, все заявки, все обращения, которые сейчас приходят, это около 10 контактов в день, это мейл, это сообщения, это звонки от артистов, от людей, которые пытаются запустить игры или какой-то свой проект. И это все будет переводиться в плоскость DAO. Есть еще у нас очень много проектов, которые в разной стадии готовности. Хочется, чтобы этим полноценно занималась DAO, потому что я считаю, что DAO на данный момент – это идеальный инструмент. Это идеальный инструмент, который может развивать всю эту отрасль. Потрясающе. То есть год основания First NFT Agency, тему NFT мы так плавненько под хайпом подводим. Она проросла и перерастаем в новый хайп 2022 года в тему DAO. Да, шикарно. 17 декабря в Киеве в Space Coworking, где кто был на той преснопамятной первой встрече, все люди это знают. И так, в последующих пяти встречах это было очень ярко в конце 2021 года. Киеве, welcome. Мы с Алексеем как, в общем-то, отцы-основатели, что ли. Ну что, Леш, переходим к нашей теме. Я попросил тебя сегодня как NFT-эксперта, который создал. Вот, кстати, расскажи, пожалуйста, твои результаты как основателя First NFT Agency за 2021 год. Сколько ты наминтил NFT-коллекции и сколько собак и пудов соли ты уже съел в этой тематике? Ну, в общем, я так прикидывал, было в общей сложности сминчено около полутора тысячи NFT. То есть это и майн, и в основной сети, минтились в тестовой сети, минтилось в полигоне, минтилось в бинанс-морчене. Некоторые NFT, скажем так, коллекции NFT я минтил, условно, люди, которые не имеют какого-то технического бэкграунда. Бывало такое минтили из их лэптопов, потому что контрактом управляет тот адрес, из которого была заплачена комиссия и смарт-контракт был задеплоен. То есть показывал людям, как это минтится, мы минтили NFT, ну, это были какие-то там лимитированные серии. Это все оставалось под управлением, у нас был договор, что якобы все делали они, я ничего не делал, как бы, ну, не причастен, но сами понимаем, как бы, это история проекта. Вот, на данный момент сервисы и технические, это все проще и проще. Уже есть такое понятие, как лэйзи-минтинг, то есть каждый может заминтить с OpenSea, с Rarible Foundation, ничего не надо, нужен, условно, только ваш JPEG, три кнопки, ваш NFT готов. Ну, естественно, вот этот хардкорный метод, когда вы деплойте контракт, когда вы задаете имя контракту, то есть контракт будет не просто такая последовательность цифр, там, какая-то аббревиатура, а контракт может быть называться, и он должен называться, например, CryptoMC. И на любой площадке, на любом эксплойере, в любом метамаске, когда вы будете открывать ваш NFT, вот эта уникальная цифровая подпись вас сразу будет отличать. Потому что NFT очень удачные коллекции, их уже начинают копировать, неудачные подделки, но у людей, у которых низкий порог кода, иногда попадаются на это. То есть просто берут это же изображение, такой же текст, все это минтят, и зрительно, визуально, эти теки, они очень похожи, и только человек, понимающий, что возможно, здесь что-то будет не так, он перейдет, посмотрит контракт, сравнит его с оригинальным, и он поймет, что да, это настоящий NFT или нет, это какая-то копия. Вот тогда можно будет понять. Но вот если изначально ты сразу задаешь имя своему смарт-контракту, CryptoMC, то неооруженным взглядом можно сразу видеть CryptoMC, это значит настоящее. Блокчейн гарантирует, весь блокчейн, вся криптография, она гарантирует, два одинаковых контракта никогда не будет. Будет CryptoMC V2, CryptoMC V3, но CryptoMC в оригинале будет всегда один. То есть вот эта аббревиатура, которую вы пропишите в смарт-контракте, она всегда будет в единичной копии, и вся капитализация блокчейна, она вся вам это гарантирует. Как только появятся два одинаковых смарт-контракта адреса, расходимся. Ну что же, мои экспертизы в NFT, да, не вызывают у меня сомнений. Да, коллекция, конечно, стала создавать просто, и многие... Ирина Ильич, вот сегодня я позвал тебя, чтобы твоим независимым экспертным взглядом разобрать коллекцию под названием «Упоротый Санта» или «Стоун Санта» от пиарщика известного блокчейн-нужиаста, создателя NFT, который заразился. Собственно, мы его и заразили в свое время, в конце того года, идея NFT, и он ее практически организовал. Роман Лука, надеемся, что он, хоть его выпилили из Фейсбука, он сейчас смотрит нас где-нибудь в другом Фейсбуке. Я попросил тебя предварительно эту коллекцию глянуть, и сейчас я попросил тебя по принципу бутерброда. Сначала позитивное, потом негативное вопрос, и завершение позитивным. Что ты можешь о ней сказать об этой очередной интересной коллекции, суть которой в том, чтобы не просто быть, а в том, чтобы там 10% заложено еще в благотворительность. Ну, идея простая. Создать-продать, многие совершенно этим занимаются. У меня есть возможность зашерить экран, чтобы мы так быстренько пробежались. Как это лучше сделать? Мне зашерить или тебе? Давай, когда лучше ты будешь шерить, потому что ты будешь… Давай, да. Я тебе сейчас дам права на шеринг. Все, ты можешь расшаривать, расшаривать, и прямо вот все, что считаешь нужным про эту коллекцию, говори. Я показал такой формат, такого объективного разбора, объективного разбора, очень удачный, потому что он одновременно позволяет показать экспертизу человека, ну и увидеть что-то хорошее в акте творчества, за которым стоит команда, вложившая силы и средства. Это тоже факт. Так, я сейчас пытаюсь что-то дать, что мне не получается. Сейчас, секунду. Ну, значит, смотрите, я уже, значит, прошелся по коллекции. В принципе… Мы не видим экрана пока. Могу я расшарить, если нужно, если у тебя не получается? Так, а сейчас? Сейчас тоже ничего не изменилось. Шеринг я тебе права дал, участники могут, ничего не происходит. О, вот, все, вот сейчас пошло. Есть, отлично. Ну, значит, да, с чего бы мне хотелось бы начать? Давайте разделим сейчас, ну, скажем так, этот короткий обзор, буквально 5-10 минут. Я бы разделил на тресновные части. Первая – это техническая часть, вторая часть – это дизайн, и третья часть, ну, то есть дизайн, как проект, задизайнен проект, разобрать не только веб-дизайн, а и дизайн проекта. Да, и, значит, маркетинг. Да, как бы маркетинг – есть какие-то основные моменты, которые, ну, как минимум надо выдержать. То есть, если они не выдержаны, это будет не очень хорошо, и мы сейчас пройдемся. Итак, первое, что я сделал, когда Евгений мне скинул ссылку, это, и, конечно, я зашел на сайт проекта, посмотрел summary, то есть здесь у нас, получается, идет распределение первые… Вот мы сейчас открываем. У нас идет распределение первые 500 NFT, они просто клеймятся. Вот, ровно, да, 500 NFT, да, потом уже пошла цена возрастать. То есть, в принципе, это такая стандартная практика, она очень часто встречается, и, в принципе, это нормальная штука. Это работает, это работает. Я зашел, да, склейнил, заплатил транзакцию, мне на мой уволик пришел NFT, значит, под номером один я себе выбрал. Что значит дальше? Техническая часть. Естественно, сразу мне как бы интересно, это был лейзи минтинг или это был такой, скажем так, трушный минтинг. То есть, я вижу, что в ERC-721, токен 1, ID. Идем, смотрим сразу в контракт. Естественно, что у нас? Контракт. Мы видим зеленую галочку. Это означает, что контракт верифицирован. То есть, верифицирован то, что в этом контракте написано. Это соответствует тому, что задеплоили. То есть, имеется в виду, что можно анонсировать одно, а в сеть положить другое. Как говорится, да, но нет. Быстренько, если пробежаться по контракту, то видим у нас set, base, token, UI. И здесь IPFS. Я подчеркну, это уже аббревиатура. Перед этим была такая аббревиатура, не твой приватный ключ, не твоя приватная фраза, ключи, не твоя крипта. Сейчас это перефразировалось и в теме NFT. Это как нет IPFS, это не твой NFT. Итак, естественно, первым делом вы сразу побежали смотреть, есть ли IPFS. И да, действительно, вся метадата хранится в IPFS в распределенном облаке. И это гарантирует то, что ваш NFT, он навсегда с вами. И следом еще я посмотрел одну такую штуку, если сейчас быстренько я уже ее пропустил. Это когда в контракте указывают конечный суплай, то есть сколько будет выпущено NFT. Потому что если не будет какого-то предела, то есть если не будет лимита, то можно продолжать минтить, минтить бесконечно. И, естественно, это нехорошо для коллекционера, когда я знаю, я покупаю что-то лимитированное. Ценность будет падать, девальвация происходит. Здесь девальвации нет. И здесь мы смотрим, константа максимальный суплай 20 тысяч. То есть техническая часть, быстренько, если так и завершить, 10 из 10. Все, что заявлено, все выдержано. IPFS, максимальный суплай 20 тысяч. Есть, закрываем. Дальше мы пошли в дизайн проекта. У меня субъективное мнение. В общем-то, дизайн, я бы так сказал, на любителя. Вот знаете, если мы говорим о рождественской такой коллекции, то здесь вот какое-то должно быть и ощущение праздника. То есть сюда на блоку музычку ставят, джингл-бэнс, джингл-бэнс, что-нибудь такое. Вот что наивало ощущение праздника. Как мы знаем, покупки происходят на эмоциях. Да, вот должна какая-то эмоция. Мое субъективное мнение, как бы на мой субъективный взгляд, в общем-то, хорошо. Хорошо, хорошо, но вот эмоции как бы не вызвало. Я бы подумал бы покупать, не покупать себе в коллекцию или кому-то в подарок. Задумка? 10 из 10, кто задумал это? Действительно, сделать коллекцию. Stone and Santa, в преддверии Рождества, Нового года. Это будет и хороший подарок себе, и хороший подарок кому-то. В принципе, даже если это не ждать каких-то супер-иксов и вообще иксов, то, в принципе, для себя вы можете сменить один из 500. Я думаю, это будет хороший подарок. Но еще раз, вот какого-то ощущения, что действительно Рождество, Новый год, это не вызвало. То есть, да, есть небольшой тизер в Ютубе. Дальше, Charity. Charity – это очень классная штука. Очень много людей, которым это цепляет. И если это будет какой-то шиллер или какой-то коллекционер, типа, там, город Илон Маск или еще кто-то, у кого уже тысячи этих NFT, он не глядя просто даже, возможно, целиком проект, он прочитает про Charity, перейдет по ссылке, мы сейчас не будем все это делать. Я надеюсь, там все как бы тушно, честно. Естественно, он кликает и покупает. Roadmap. Ну, здесь как бы все понятно, мы уже проговорили. Дальше пошли подарки, это, то есть, будет распределение. Дальше мы пошли по коллекции, то есть, это зомби, робот, астронавт, в общем, распределение Тьеры. В принципе, задумка тоже очень хорошая такая, свежая. В принципе, это сейчас модно, это сейчас в хайпе, это в тренде. Задумка, согласен, покупает Санту, я пробовал Метамаск, Метамаск, там, Коннектница. Вы также можете сразу, причем очень хорошо подумали, вы также можете сразу это купить из OpenSea. Если у нас останется время, я покажу. Тоже очень удобно. То есть, тот, кто делал технически, вот это все, это собирал, человеку просто респект, он точно понимал, что он делает, и он это сделал безупречно. С точки зрения юзер-экспириенса, 10 из 10. Ну, тут же, опять же, команда OpenSea. И сейчас мы потихонечку, как бы, перейдем к не очень самому, скажем так, ну, скажем так, усугубляющее это маркетинг. С маркетингом NFT очень все сложно. Шилить NFT сейчас очень непросто, очень много спама. Надо точно понимать, как это делать, где это делать, на какую аудиторию это делать. Значит, быстрый обзор любого NFT, коллекционера, трейдера, шиллера, ну, в общем, кто в теме NFT, это сразу первые две вещи. Дискорд и Твиттер. Что они идут проверять? Первое. Быстрый такой по диагонали обзор самого качества арта, потому что люди смотрят по 10, по 20 коллег. К коллекции мы сейчас перейдем к этому. Также это же NFT параллельно идет сейчас с геймфаем, скинов валится, лутбоксов. Очень много и очень надо быстро обработать информацию. Так вот, после диагонального мы посмотрели дизайн, мы оценили проект, мы сразу идем посмотреть Твиттер и Дискорд. Мы открываем Твиттер и мы в Твиттере видим 83 фолловера. Это сразу ред флаг. Это ред флаг сразу. Следующий момент это Дискорд. То есть, это Дискорд. И Дискорд мы смотрим, что у нас в Дискорде происходит. А в Дискорде у нас происходит, сейчас мы это поднимем, да. Мы видим в сети 3 человека, а не в сети 17. 16. У нас четверо. 20 человек Дискорда. Это большой ред флаг. Без комьюнити, 83 Твиттер и 20 человек в Дискорде, 99% сразу скипают. Ну, пропускают, как бы, на сленге называется скип. Не обсуждается сразу, скипается. И теперь, если подобьем такое, возможно, небольшое саммари. Ну, кстати, я заходил на NextDrop, смотрел два основных ресурса, где рекламируют коллекции. Если вы посмотрите, то вот Дискорд 60 тысяч, Твиттер, то есть, нету ни одной, условно, какой-то серьезной коллекции, кто выходит с меньше тысячи. То есть, вот 5 человек Дискорд и 13 Твиттер, ну, это практически без шансов, да. Какую бы низкую цену ни ставили, да, тут как бы цена, ну, как бы, минимальная для Минта, то нет смысла. На NextDrop я, к сожалению, не нашел никакой информации. На NextDrop можно свою коллекцию листиться и размещаться абсолютно бесплатно. Да, здесь есть, можно в закрепе встать, это стоит деньги, а, в общем-то, заоплаяться. То есть, в принципе, это, насколько я знаю, это фри. И, значит, Рарити Тулс здесь тоже искал какую-то информацию о коллекции. Мы же видим тоже, например, коллекции, всех, 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 вот сейчас все коллекции будем пролистывать, тут 5-6. У каждой есть Дискорд, у каждой есть Твиттер, Лендинг, Дискорд, Твиттер, Лендинг. Я почему-то сосредоточился и ставлю фокус на том, что, когда вы делаете арт, то есть, смарт-контракта недостаточно. База – это минимум, минимум, без чего даже не стоит деплоить смарт-контракты, начинать без Дискорда, без Твиттера. Каждый проект, каждый проект, он должен быть как минимум 1000 в Твиттере, хотя бы 500 в Дискорде. Это жесткий минимум, это минимум, знаете, такой сиротский проект. Вот. Ну, это что бы мне хотелось сказать. В принципе, такое саммари. Тот, кто задумал, как проект, очень хорошая задумка. Под Новый год, с Чарити, понятное распределение, хорошие Тьеры. То есть, в принципе, человек, который думал, прорисовывал, все это делал, градацию, видно, что он в теме NFT, он понимает последние тренды, он понимает, как это все работает. Так сказать, ресерч был. Техническая реализация. 10 из 10. Мы все посмотрели. Контракт тушный. Ограничение стоит. IPFS используется. Контракт верифицирован. Через, 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 кто не хочет, условно, минтить через лендинг, он может зайти и сминтить через OpenSea. То есть, как это происходит, как бы это очень просто, да. Вот. Видим, например, 85-й номер, мы, например, все еще не заревелено, buy now. Он у нас спрашивает, что ты точно хочешь, спрашивает OpenSea, да. И мне высвечивает все, confirm check-out. Все, то есть, я выжимаю confirm, подъезжает MetaMask, он спрашивает, годится или нет. Как бы, и уже дальше вы можете покупать, как бы, клеймить его, да, как бы, только платите за газ, то есть, не с нулевой ценой. И, значит, маркетинг. Маркетинг – это то, что продает. Сделать одно, а вот продать, вывести в рынок – вот это совсем другое. И я даю, как бы, такое резюме, что маркетинга здесь ноль. Под маркетингом не поработали. Если не поработали под маркетингом, мы видим, что из заявленных даже 500 бесплатных, практически вот сейчас номер один, да, это или нет, то есть, все на месте. Не заклеили, да, то есть, их даже бесплатные не очень разбирают. Так, Леш, как будут звучать твои главные рекомендации авторам команде, которые это делали? Что им надо сделать обязательно в ближайшие дни, недели, учитывая, что 24-го в Рождество каждый будет раскрываться, и там свой Санта будет вылезать на ручку? Вот смотрите, Евгений, вот первое, что – это не стесняйтесь обращаться к людям, которые имеют какой-то бэкграунд в этом. Вот смотрите, вот, Евгений, наши общие знакомые. Владимир Попов, Ака Миноскоп, синоптик. Это реально люди с очень крутыми скиллами. Да, они, ну, скажем так, сейчас конец года, все загружены, но это очень хорошие и отзывчивые люди, вот так вот, просто как вот человек, да. Они по-любому бы нашли минут 10, 5, 10, 15 минут, проревьюили бы проект и подсказали бы что-нибудь, то есть как это можно, на их взгляд, устануть. Второе, самое главное, это чтобы эту коллекцию реализовать, хоть как-то, половину или сколько, надо сейчас все силы, все средства бросать именно в маркетинг, отдавать блогерам, отдавать инфлюенсерам, делать обзоры, работать над Твиттером, работать над Дискордом. Телеграм я не открывал, но Телеграм в основном, это такая соцсеть, где в основном тусуются ру-комьюнити. Как мы видим, международные, это Твиттер и Дискорд. Ходить в Твиттер, комментик Твиттер, комментик лидеров мнений в Твиттере, ходить в Дискорды, в топовые проекты, общаться там, рассказывать про свою коллекцию, просто сидеть, ждать, это путь в никуда. Вот все силы надо бросить на это. В целом, проект хороший, как бы будет даже, как для себя посмотрел, даже немножко обидно, если он так и не реализуется, потому что в проект вложились, видно. Да, proof of work. Хорошо, Алексей, спасибо. Сворачивание на трюкраны, прекрасный разбор, я не ожидал, что прямо настолько будет объективно для меня это выделение технической части, дизайна и маркетинга, трех концептов, составляющих правильные NFT-коллекции, разбор твой явился в своем откровении, потому что этот эфир просто является образцовым для любого другого создателя NFT-коллекции, уже созданного или планирующего, чтобы он понимал, с чего нужно начинать. Прекрасный вывод в том, что начинать надо с маркетинга, с комьюнити, а потом уже товар. Рона, он же и звучал на недавней конференции от Ромби Наташи Гавриленко в субботу, который вел Community First, вступайте в комьюнити, и там же. Вот так вот, пока со специалистами не поговоришь, не поймешь, как заниматься правильно. Леш, огромное тебе спасибо. Создатели коллекции смотрели эфир внимательно, я думаю, нам предстоит большая серьезная работа по разбору твоего эфира, буквально по минуте твоих комментариев. Это прекрасно. Понравился тебе формат? Готов ли ты еще делать то же самое в эфире и так далее, с другими коллекциями, если вдруг обратятся? Естественно. И еще раз как бы обращаемся, вот NFT United People, и очень много комьюнити, очень много чатов, очень много, ну скажем так, сообществ, они были созданы с этой целью, что давайте, ребята, одному идти с проектом тяжело. Когда мы все вместе, это облегчает, потому что кто-то может что-то подсказать, кто-то что-то может посоветовать, кто-то может помочь. То есть ты не ожидаешь, откуда вам может прийти помощь. Причем еще раз говорю, не стесняйтесь обращаться к инфлюенсерам и лидерам рынка. Вот я вот назвал такие два известных человека из сообщества. Очень отзывчивые люди. Они по-любому вам расскажут. Они по-любому вам дадут какой-то фидбэк. Не стесняйтесь обращаться и еще раз как бы маркетинг, маркетинг, маркетинг. Продает не продукт, продает маркетинг. Спасибо, Евгений, что пригласил. Кстати, если также будет интересно, если разобрать игры или какие-то проекты с лутбоксами, метаверсы, это сейчас последний тренд. Приглашай. Всегда рад прийти к такому легендарному человеку в эфир, поговорить про NFT, про Web3. Евгений, спасибо, что пригласил. Отлично. Ну что же, кто хочет встретиться с нами, легендарными людьми, Киев, 17 декабря. Креатив, каворкинг. Креатив. Я бы не путаюсь в этих креативах. The Space. Да, The Space Каворкинг. Алексей Ищусов. Я там буду праздновать год. И Алексей Ищусов, его сооснователь, был сегодня в эфире. Валерия Панина с нами присутствует незримо тоже. Я знаю, что она сейчас в онлайне. И увидимся, друзья. Спасибо, Алексей. Спасибо, что смотрели. До новых встреч, друзья. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!